Празднование Дня народного единства прошло на ура. Это отметили и сами рязанцы, и глава региона. Он также посетил улицу Почтовую во время гуляний. Олег Ковалев посетил ряд площадок праздника, пообщался с жителями города. Детям с ограниченными возможностями здоровья, участникам открытого чемпионата «Я рисую мир» губернатор подарил сладкие сувениры. На тематической выставке книг по истории России и народов мира глава региона ознакомился с представленными изданиями и побеседовал с библиотечными работниками. Он подарил детской библиотеке том Сергея Есенина и новую версию путеводителя по области. На баннере, где каждый желающий мог оставить свое праздничное поздравление, Олег Ковалев написал «Всем рязанцам счастье», затем сфотографировался с макетом президента. А на площадке «Рязанское воинство» сквозь века, одного из исторических клубов области, губернатор под руководством мастеров отчеканил памятную монету, в общем повеселился вместе с горожанами. Мне вообще в последнее время нравится то, что происходит на почтовой. Я должен сказать в адрес администрации города, в адрес городского совета или городской думы, как сейчас мы говорим, что они приняли решение такое, что в течение всего такого периода весеннего, летнего, осеннего, здесь сопровождается народными гуляниями, праздниками и так далее, значит, где люди могут прийти просто отдохнуть, потому что неделя может быть разная у всех, но, как правило, это напряженка, это проблемы, это какие-то неприятности возникает. Все, и когда люди имеют возможность прийти сюда, здесь, получить удовольствие от чего-то, что им может быть предложено, это очень хорошо, потому что это повышает, улучшает социальное самочувствие граждан, это очень полезно. Для тех, кто внимательно следит за состоянием своего здоровья, Рязанским медицинским госуниверситетом на почтовой была развернута палатка здоровья, где каждый желающий мог измерить свое артериальное давление. Среди других площадок это выделялось ярко-красными шарами сердечками и большой очередью из желающих измерить давление. Интерны кафедры госпитальной терапии РязГМУ знакомили рязанцев с информацией о здоровье, которую должен знать каждый. Посетители площадки не только измерили давление, но и получили рекомендации, необходимые для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также информацию о лечебной работе в УЗА. Всего за время работы площадки РязГМУ было осмотрено более ста человек. Вы регулярно меряете давление? Нет, не регулярно, но хочется знать. У меня давление всегда было в ноги месяц, а вот скорая меня убежала в лор-отделение. Теперь вы следите за своим давлением? Смерели следить. 40% россиян не знают, имеют повышенные цифры артериального давления. И большинство из россиян не знает вообще, какое у них артериальное давление. Поэтому вот эти мероприятия, мы надеемся, позволят впервые выявить артериальную гипертензию. И мы всем, у кого повышено давление, даем рекомендации, как себя вести по немедикаментозной терапии. И главное, мы предлагаем прийти к врачу на обследование, чтобы уточнить причину повышения артериального давления. За этот год почтовый стал уже привычным местом для таких вот шумных праздников и всевозможных акций. В этот раз для рязанцев было организовано 12 интерактивных площадок. Гостей ждали массовая зарядка, спортивные соревнования, конкурсы, флешмобы, концерты и многое другое. Стоит отметить, что этот праздник организовали сами горожане, то есть наиболее активные из них. Поэтому и получилось все так весело и душевно. Поздравляем всех рязанцев с праздником, чьим им хочется и побольше, главное, всем. Поздравляем всех с праздником. Единение согласия, удачи, единение народа и будущим свершением. Поздравляем всех рязанцев с праздником большим. Очень рады, хорошая погода, хороший праздник, хорошо организовано, все веселые, счастливые. Ну что еще пожелать? Всех счастья, здоровья, всего, чтобы было хорошо. С праздником, дорогие рязанцы! Всего вам самого хорошего и самого лучшего! Я вас люблю! С праздником!